Практически каждая новая модель Xiaomi в линейке Redmi заставляет конкурентов задуматься о потенциальных покупателей купить очередную новинку. Так ли все однозначно и просто с Redmi Note 10 Pro? Давайте разберемся. Обычно, когда говорят про Redmi Note, говорят про то, что это топ за свои деньги. Но на пяточки Xiaomi вполне серьезно наступают такие монстры, как Realme. И даже Samsung стал делать довольно доступные модели, хотя по соотношению цена-характеристики все-таки еще не догоняет Xiaomi. И как только на рынке появился Redmi Note 10 Pro, конкурентам пришлось значительно поднапрячься. А все потому, что новинка получилась очень симпатичной. Помимо всего прочего, в нее вбухали нехилые деньги на качественные материалы. Например, здесь защитное стекло Gorilla Glass 5. Обычно Xiaomi очень сильно экспериментирует, то Gorilla Glass 3 установит, то вообще не называет, каким защитным стеклом прикрыт экран. Тут решили не экономить. Ну, на самом деле и цена соответствующая. Мне понравилось, что в лучших традициях Xiaomi продолжает предыдущие свои бонусы. Такие, как хорошая, качественная защитная пленка, сразу наклеенная на дисплей. К ней, пожалуй, единственная претензия – это качество олеофобного покрытия. Но она очень прочная, качественно наклеена, без всяких пузырьков, пылинок и т.д. и т.п. Смартфон получился очень красивым. Задняя часть, в принципе, практически матовая, с легким отблескиванием перламутра. Очень симпатично смотрится оранжевый цвет. Кстати, Xiaomi решили почему-то, что сложное изготовление модуля камер как-то привлечет покупателей. Ну, на самом деле, они же не думали, что они будут таким способом отталкивать покупателей. Это явно делалось с одной целью. Но когда ты видишь такое нагромождение, создается вопрос, а не будет ли там накапливаться слишком много пыли, слишком много бортиков, слишком много уровней этих камер. Да еще и не всем любимые надписи Ultra и Premium. Ну, в целом, надеюсь, что с практической точки зрения здесь все будет на высоте. А вот что касается качества снимков, их вы сегодня увидите в этом видео. Ну и сами видеопримеры тоже. Удивительно, но корпус получился очень тонким. И, кстати, смартфон не сильно тяжелый. Ну, заслуга тут одна. Это материалы. Здесь пластик. И, несмотря на то, что материалы здесь не сильно дорогие, IP53 смартфон получил. Следовательно, он не боится брызг. Хотя стоит все-таки его приберечь, если вдруг вы попали под дождь. Xiaomi продолжила очень интересный и удобный способ разблокировки с помощью большого пальца правой руки, либо указательного пальца левой руки. Независимо от того, правша вы или левша, вы всегда сможете удобным способом разблокировать. Он встроен в кнопку включения-выключения. И работает, кстати, очень быстро. И, внимание, теперь самый главный жирный плюс этого смартфона – это AMOLED. Да, я знаю, что есть те, кто совершенно не любит эту технологию. Но, благодаря ей, смартфон выделяется на рынке конкурентов. Ведь за эти деньги практически никто не предлагает AMOLED дисплей. Яркость у дисплея 450 нит. Но, если выставлять яркость не автоматически, а вручную, выкрутить на максимум, она увеличивается очень сильно, аж до 700 нит. А если говорить о том, что у смартфона установлена сама по себе качественная матрица, то хорошие углы обзора и сочные краски, которые преследуют AMOLED, наверное, испокон веков, мы получаем еще и отличную машину для употребления контента, просмотра ютубчика, например, чтения и так далее. Хотя, для чтения я бы больше рекомендовал все-таки матрицы IPS. Но, это лично мое мнение. Кстати, диагональ здесь 6,67 дюйма и при этом разрешение Full HD+, даже чуть-чуть больше. Да, мы привыкли, что разрешение Full HD+, здесь чуть-чуть больше, чем Full HD+, но все-таки это не 2К. И, несмотря на это, смартфон оснастили матрицей в 120 Гц. Это вообще прорыв, потому что раньше такого не было. Конечно, в играх он будет работать в стандартном режиме 60 Гц. Это все сделано в угоду производительности, потому что на частоте 120 Гц смартфон просто будет дико разряжаться. Да и процессор может не обеспечить нужную производительность. Если вам 120 Гц не нужно, переключаемся в настройках на 60, и он на постоянной основе работает, как обычный смартфон. Кстати, 120 Гц это больше уловка маркетологов, потому что больше 90 Гц устанавливать бессмысленно. Человеческий глаз выше 75 Гц не воспринимает. Но это уже больше тема для споров. За что мы, в принципе, платим деньги в смартфоне? Конечно же, за качество связи, качество материалов, достойное соотношение цены и характеристик, но очень многие люди зациклены на хороших качественных камерах. Что же касается Redmi Note 10 Pro, здесь целых 5 модулей. Один основной, 108 Мп, Samsung, кстати, с диафрагмой f1.9. Дальше идет сверхширокоугольный модуль на 8 Мп, но уже Sony f2.2. Модуль для съемки макро, кстати, с автофокусом, что вообще впервые встречается на бюджетных смартфонах, на макромодули. 5 Мп, f2.4, желательно делать снимки только при хорошем освещении. Ну и, конечно же, модуль глубины на 2 Мп. Вы спросите, а где же 5 Мп? Он здесь не на задней части. Это селфи-камера на 16 Мп, довольно темненькая диафрагма f2.4. Снимки получаются очень качественными, но при хорошем условии освещения. Если освещения мало, включайте ночной режим, благо здесь он уже допилен и работает очень хорошо. Но если для вас камера это прям вау, что вот первое, что вам нужно, то, конечно же, лучше смотреть на субфлагманы. Потому что бюджетники, даже топовые, все равно не дадут вам качество субфлагманов. При изумировании фоток, в принципе, можно сказать, что мы видим очень детальную картинку, без каких-либо сильных аберраций. Ну и макро здесь тоже порадовал. В базе смартфон продается с 6 гигами оперативки, но можно купить версию на 8 гигабайт оперативки, ну и 128 гигабайт встроенной памяти. Но стоит такой аппарат будет уже не так доступно. Кстати, Snapdragon 10732G, это прокачанный 730G, который мы уже знаем по другим моделям смартфонов Xiaomi. У него хороший видеоускоритель, который позволяет играть практически в любые топовые игры на хорошем качестве графики. Кстати, смартфон удивительно, но не зависает. Между прочим, он только вышел, прошивка достаточно сырая, каких-то глюков и багов замечено не было. И наконец-то Xiaomi услышали крики, крики и стоны своих поклонников. Они стали во все свои, надеюсь, во все свои смартфоны устанавливать полноценный лоток с двумя симками и отдельным местом под карту памяти. Что касается звука, здесь у нас есть выход на наушники. Звук точно такой же, как и на всех смартфонах Xiaomi. Никакого выделенного ЦАПа, поэтому для качественного звука придется прикупить отдельный USB ЦАП. А вот звук из динамиков здесь очень даже на достойном уровне. Благодаря двум динамикам полноценным здесь звук стерео. Кстати, в комментариях задавали вопрос под Redmi Note 10 о том, что в Redmi Note 10 Pro будет AMOLED. А есть ли там Always-On Display? Конечно же, есть, как и практически на любом AMOLED дисплее. Для тех, кто любит управлять техникой, с помощью смартфона инфракрасный порт здесь есть. Но зато убрали индикатор уведомлений. Судя по всему, его больше добавлять в бюджетники не будут. В комплекте идет адаптер питания на 33 Вт. И смартфон, конечно же, поддерживает эти 33 Вт. Не так, как у Xiaomi Redmi Note 9T, которым я сейчас пользуюсь. В комплекте блок питания на 22 Вт, а он поддерживает максимум 18-ваттную зарядку. Батарейка здесь на 5000 мАч. Ну, если быть точнее, 5000 20 мАч, хватит этого на целый день эксплуатации. Если много играть в игры, много сидеть на 4G интернете и раздавать Wi-Fi, например, с этого же интернета. Ну, если аппетиты чуть поубавить, например, использовать как обычные люди. То есть, там иногда сфоткать, иногда зайти в социалочку, иногда YouTube посмотреть спокойно может прожить 2 дня. Комплектация стандартная, блок, кабель, USB-C, кстати. Отката назад здесь нет, да и быть не может, ну, просто потому, что уже зарядки слишком мощные. Да и репутация дороже, мне кажется. Ну, и, конечно, силиконовый чехол. Куда ж без него, кстати, высокого качества. Кстати, что касается расценок, стоит смартфон на данный момент не сильно гуманных денег, но обещают, что вот-вот он упадет в цене. Кому интересно, я собрал самые классные предложения по цене по ссылкам в описании, можете туда посмотреть. Ну, и, конечно же, если хотите еще больше сэкономить, используйте купоны продавцов, которые также будут на странице товара. И, конечно же, кэшбэки. Два кэшбэка, которыми я пользуюсь, тоже я укажу в описании. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Спасибо за внимание, хорошего настроения и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!